И ясно, что интеграл от φ, интеграл на разбирательном не первое слагаемое, а от единичной отличается. Привом, отличается на важную величину, то есть на величину порядка, видите, vc в квадрате. А вот зачем мы такие эффекты должны учитывать? Мы договорились с вами. Большего варианта, то есть vc в четверг, а в vc в квадрате постоянно с единичкой это учитывается. Итак, что мы делаем? Я от функции φ перейду к новой функции, я обозначу φ, я которую запишу так, некий оператор преобразования или перехода к новой функции g, я его обозначу от оператора, это фактически оператор будет у меня перенормировать функцию φ, давать нормированную на единицу функцию φ. То есть я буду требовать, чтобы интеграл φ кресло φ в квадрате равнялся единице. То есть я требую, чтобы функция φ была нормированная на единицу. Ну вот если посмотреть на это соотношение и вот на это соотношение, то на самом деле можно догадаться, что если я возьму, ну грубо говоря, корень квадратный вот из этой сходки, то… ну совсем сейчас, давайте я буду очень корректно все это сделаю. итак, смотрим. Вот этот интеграл я переписываю. вот эти два интеграла. Ну видно, что здесь вот как раз между φ крест и φ зажато это ж, а да, ну это сколько, грубая? То есть фактически нам нужно оператор ж, чтобы ж кресло ж отдавало это. Я выберу оператор G, нормированным на единицу, вернее, неправильно я говорю, эрмитовым, эрмитовым выберу. И давайте, если я выбираю ормитов, тогда у меня будет G квадрат равняется 1 плюс P, 4 на 4M квадрат С квадрат, ну а G надо корень квадратный, вот к чему мы и пришли. То есть G я выбираю таким образом, корень квадратный, ну вот эта величина по сравнению с единичкой, это в этом С квадрате, я считаю, что она мне, второе слагание мало по сравнению с единичкой, тогда я корень могу приближенно извлечь, ну то есть корень из единицы плюс x равняется единице плюс x пополам, ну и тогда G это будет единица плюс P в четвертой на 8M квадрат С квадрат С квадрат. Более того, вот здесь я могу даже вот это приближение убрать приближенно, почему? Потому что мы договорились с вами, эффект и порядок ВНЦ в четвертой, для нас нули, мы их раньше уже по выбрасывали, поэтому мы сейчас и правда не имеем, учитывать вот это разложение в ряд пол ВНЦ в квадрате до более высоких порядков. Ну нельзя, видите, как бы, это, в общем-то, правило не только к нашей задачке относится. То есть если вы какие-то приближения сделаете, ну то есть выбрасываете, скажем, слагаемые там порядка, ну какие-то порядки, примерно порядка малости. Ну если вы как-то там серию каких-то делаете выплаток, то надо договариваться, чтобы на каждом этапе этих выплаток вы четко придерживались выбранного вами порядка. И отбрасывали слагаемые, скажем, в данном случае порядка ВНЦ в четвертой и более высокие, высокого порядка. Ну и нельзя себе представить ситуацию, что где-то в середине этих расчетов вы вдруг начали эффекты учитывать. До того не учитывали, а вдруг начали учитывать. Ну ясно, что вы ерунду все-таки получили. Итак, оператор G вот в таком виде я выбираю. Ну а дальше мы что делаем? Вот видите, преобразование функций, ну оно как бы требует и преобразование оператора. Ясно, что при этом и H' оператора надо перевести в новый оператор, который будет действовать на новых функциях, и большой органомированных уже функциях. А как преобразование оператора? Осуществляется это G, дальше H' G-1, G-1. Вот этот оператор я обозначу H. И тогда я буду записать уже уравнение типа Шереннгера для функции Фи большое, оно произойдет точно так же, и H, где Фи большое в ДТ равняется Hфи. Видимо, здесь я уже оставлю H без штыков, и H у меня вот будет чему равно. То есть сейчас у меня функция Фи нормирована на единицу, уравнение имеет G-1, и я могу четко сказать, что собственно назначение оператора H это поправки к энергии. Я скажу, если я буду рассматривать, ну и не собрать, они будут включать в собственном значении дилективистскую энергию, ну и еще и какие-то поправки к энергии. Собственно, то, чего я ищу как раз. Ну вот, H давайте выпишем тогда. Значит, во-первых, G-1 надо найти. G равняется, видите, у нас единица, плюс маленькая, маленький какой-то тут его довесный, что-то так. Ну, тогда понятно, что G-1 в нашем приближении, G-1, ну а G-1 на G, или G на G-1, единичку должно давать, так? Единичку. Ну, понятно, в нашем приближении G-1 единица минус H4 на 8n2c2. Итак, это единица минус H4 на 8n2c2. Вот, я, может, разговаривал, что здесь такая рутинная математика, рутинные преобразования, но они довольно-таки громоздкие. Ну вот мы сейчас так приближаемся к Капогею, этой громоздкой вершине, этой громоздкой кости. Итак, оператор H я сейчас выпишу, как он будет выглядеть. Вот, вы видите, как связано с H3? H3 у вас выпишу, но и так H пишу. H равняется... G у меня единица плюс B4 на 8n2c2. n2c2. Скобка закрывается. Дальше у меня была еще одна скобка там. Единица минус M плюс B4 на 4n2c2. Это вот стоящее лекцию у меня осталось, да? Дальше скобка, где... П квадрат на 2n2c2. Начинаем с неэлектрического гаминтаньяна. П квадрат на 2n2c2. Плюс V от R. V от R. Электрическое поле. Точнее говоря, энергия в земле с электрическим полем. И, наконец, плюс еще сорокаемое, вот такое хитрое, сигма P. V сигма P. Делить на... Ну, по-моему, 4n2c2. Я по памяти пишу. Скобка закрывается. И еще остается G-1 еще. То есть, единица минус M четвертой 8n2c2. О, как? Ну, вы можете себе представить, вообще, как говоря, такое, ну, громоздкое, действительно громоздкое выражение для оператора Гаминтона. Единственное, ну, или... Единственное, что здесь... Немножко смущать должно. Дело в том, что вот в этом выражении немножко перепутаны слагаемые, которые мы должны учитывать, и слагаемые, которые для нас нули, которые соответствуют перебору точности. Ну, о чем я говорю? Ну, смотрите. P квадрат на 2m плюс V от R, да? Гаминтанян не литвистского приближения. Ну, понятно, что он, в конце концов, должен остаться. Ну, как он останется? Ну, надо взять и всех скобок единички. О, мы как раз получим P квадрат на 2m. Ну, вот я так, собственно, и начну. Равняется P квадрат на VL плюс VLT. То есть, не литвистский приближение. И вот что-то останется, причем то, что останется, это эффекты порядка V на C в квадрате. Вот, вот, не литвистской части. Ну, а у нас здесь, конечно, такие слагаемые есть. Но есть и слагаемые более высокие степени. Ну, например, посмотрите. P квадрат на 2m. Если я P квадрат на 2m свяжу, скажем, со вторым слагаемым, а оно порядка V на C в квадрате, само по себе, да? Ну, все. Тогда я вынужден, чтобы это слагаемое оставить в нужном для меня приближении. Из всех остальных скобок только единички взять. А если я из остальных скобок возьму не единички, а вот эти вот еще добавки, это будет перебор точности. То есть, я не имею право эти слагаемые учитывать. Поэтому это выражение его нужно как бы причесать. Во-первых, выбросить все эффекты порядка большего, чем V на C в квадрате. Поэтому на самом-то деле слагаемых не так много останется. Но я на самом-то деле опущу вот это причесывание. Опущу. Я принципиальные вещи сказал, что мы оставляем эффекты порядка V на C в квадрате в сравнении с нелетрия с нейчатью. А вот их вытаскиваем. И дальнейшее причесывание их, ну то есть их преобразование в форму максимально удобную для анализа. Вот это я оставлю. Значит, какие здесь вот подводные камни, что ли? Что надо здесь? Где, в каких местах нужно напрячься? Вот смотрите. Ну, во-первых, вот эта комбинация Сигма-П, В-сигма-П. Вот она не очень такая удобная. Ее нужно будет преобразовать. Поэтому вот этот вопрос, преобразование комбинации Сигма-П. Вот помните, мы с вами говорили, Сигма-П на Сигма-П это П квадрат. Ну, здесь, конечно, сложнее, потому что В, О, Д, зависит. Вот, А, П, потенциальный оператор. Поэтому здесь нужно аккуратненько сигнал, то есть, А, Н, С, через В, и по дороге обязательно у вас еще пледент В появится, да? Вот. То есть надо это слагаемо преобразовать. Вот задача преобразования, слагаем, это, кстати, или отдельная задачка. Ну, в частности, есть задачник, из задачника, другого, в Гогангальский. Поэтому эту задачку я вот отдельно вам и запишу даже, где вы. Так, чтобы здесь сейчас не возиться с этим преобразованием. То есть преобразовать выражение Сигма-П. Дальше некая функция Опер, но я прямо запишу ВОпер. Сигма-П. П-оператор. Преобразование. Это вы, вам задачка, в Гогангальском домашнем. Далее. Ну, ясно, что тот, кто будет рассказывать, этот вопрос, значит, вот, он должен подоединить, это так. Вот если сам не проводить, то он будет где-то переписать, ну, по крайней мере, с пониманием того, о чем идет речь. И, наконец, еще одно, одно соотношение нам понадобится. Вы смотрите, какое соотношение у нас, какое выражение появится. Ну, скажем, я беру... Так, и вот... Так, и вот... я беру это преобразование комбутатора В квадрат и В. Вот видите, В, а здесь у нас так есть. В квадрат, на самом деле. Ну, четверку, двойку, на самом деле, не сложно переделать. Здесь В квадрат, и здесь В квадрат. Ну, иначе, ну, просто по размерности ерунда получается. Здесь уже В квадрат. И там, везде, где я писал Ж, тоже В квадрат. И там еще минусы как-то, уже сколько? У вас есть минусы? Точно, да. А, ну, я по памяти вот, это может быть, да. Нет. Ну, у вас это записано. Я, между прочим, вам сказал, что я по памяти вас произвожу, но, конечно, у меня где нету соответствующей шпоры. Вот какая будет еще комбинация. Вы смотрите, есть В квадрат на В. Но есть еще одно слагаемое. В, П квадрат. Причем они идут с разными знаками. Здесь знак... А, я как раз сказать, с разными знаками, а тут знаки одинаковые, так? Ну, все равно. Дело в том, что у меня еще есть, видите, еще одно из слагаемых. П квадрат, В. То есть у меня будет так. Слагаем П квадрат, В. Обратите внимание, с керенцентом одна восьмая вот здесь. Ну, квадрат, С и квадрат, везде одно и то же. И с плюсом. Но будут еще слагаемые. П квадрат на В с минусом. И вот здесь П квадрат на... Да, и здесь В на П квадрат с минусом, но здесь одна восьмая тоже так. Поэтому на самом-то деле в результате у вас появится обязательно вот такой коммутатор П квадрат на В. Вот это П квадрат на В. П квадрат на В. Ну, я сейчас зря связался вот с этим слагаемым. Впрочем, было вот это, конечно, П квадрат на В. И В на... П квадрат там с плюсом, тут с минусом. Но на самом деле вмешается взять еще вот это слагаемое. Поэтому чуть-чуть там послажднее будет преобразование, но как бы это слагаемое лишним оказывается, да? Но когда вы будете преобразовывать вот эту комбинацию, у вас еще появится как раз нужный для того, чтобы образовать еще один коммутатор, еще одно слагаемое появится. То есть в результате появится вот такой вот коммутатор. То же самое вам задачка рассчитать этот коммутатор П квадрат на В. Кстати, обратите внимание, что такого нитриаря вдаст этот коммутатор. Так как П квадрат мы операторного класса формально, да? Значит, у вас обязательно здесь появится слагаемое типа аккаратов лопласса на В. Вот. И это слагаемое останется до конца и будет давать вклад в одну из статистические поправки. Чуть-чуть можно, перезаберем. И так вот, после того, как вы это причесывание закончите, мы получим на самом деле три поправки. Вот я перепишу. В1 плюс В2 и плюс В3. Всего три слагаемых останется нитриаря. То есть, три слагаемых, еще раз повторяю, порядка ВНСФ в квадрате по сравнению с первыми двумя. Кстати, мы с вами уже об одной электрической поправке говорили в свое время. Это классическая электрическая поправка. Причем она работает в случае есть поля, нет поля. она для свободной частицы работает. Это поправка, я напомню, минус П4 на 8 М3 в квадрате получали, каким образом. Мы брали просто разложение энергии третьей ЭПСОЛ равняется какое, давайте я напомню. То есть, если взят разложение ЭПСОЛ равняется корень из М2СФ4 плюс П2СФ2 ну, ЭПСО, с отрешением же дайте массы. Я напомню, мы с вами получали равняется МСФ2 энергия покоя плюс ПМ2 на 2 М3 энергия и следующее слагаемое минус П4 на 8м в кубе c квадрат ну и плюс и так далее но дальше уже пойдут эффекты которые по сравнению с b квадратным будут величины порядка c в 4 мы ими пренебрегаем но вот это слагаемо должно появиться но она и появится откуда появится вот такой слагаемый видите здесь вообще нет ну если вы нету значит что надо сделать вот вы берете 50 и комбинируйте со всеми вот здесь видите слагаемые которые через эффект определяет надо их просто все собрать вместе собрать вместе ну и что у вас получится видите вот здесь будет какие-то с этим с плюсом да да вот это с минусом сократятся минус 4 8 и выставляете конечно я надеюсь она не зависит это классическая литвистская поправка кинетическая энергия она конечно останется поэтому давайте вот с ее и начнем и так в один классическая литвистская поправка в один я вышью запишу в ее можно было сразу записать не проводя всех этих суждений это минус 4 4 8 м кубе c квадрат классическая литвистская поправка или поправка кинетической энергии вот на самом деле эту поправку очень часто задача с полями с электрическими полями переписывают немножко вы сами видите хотя формально она не зависит от поля этот оператор но дело в том что кинетическая энергия видит она с потенциальной энергии всегда в паре работают к полу нервы определяет и вот очень часто здесь выделяю квадрат кинетической энергии ну то есть что надо сделать подарки кинетической энергии 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 будет 4 на 4 м квадрат 4 4 4 4 и так это равняется минус останется здесь двойка 2 mc квадрат останется а вверху квадрат генетической энергии но квадрат генетической энергии может записать как а 0 то есть не литвисты геометанина то есть п квадрат на 2м плюс в минус минус в тогда у вас появится видите ну в квадрате когда у вас появится здесь оператор который вообще-то включает вы понятно что конечно это формально первую поправку в 1 потенциальной энергии как бы не входит только формально не не вхождение на самом деле конечно вот поле литрического этот план будет реально зависеть даже задача далее ну дальше пошли вот такие нетривиальные чисто квантовые поправки b2 и b3 вот они-то получится как раз после того как мы вот эти все преобразования скандата с комбинацией сигма b и сигма b все это вот закончим значит две поправки соответственно то есть название поправка спин орбитальное взаимодействие ну давайте b2 значит б2 спин орбитальное взаимодействие и так поправка значит эту поправку часто обозначают но практически всегда обозначают так vso vso это поправка будет включать себя матрица сиба матрица сиба она не очень простая поправка вот кстати когда мы говорим в данном случае спин орбитальное взаимодействие да ну конечно надо иметь в виду сразу следующее обстоятельство что взаимодействие то у нас электрические на самом деле мы рассматриваем движение частицы в электрическом поле ничего кроме электрического взаимодействия нет ну или более широком смысле мы рассматриваем электромагнитное взаимодействие как один из таких видов фундаментальных взаимодействий ясно что спин орбитальное взаимодействие это не эффективное взаимодействие это эффективное взаимодействие как часть электромагнитного взаимодействия вот это очень важно важное понятие эффективных взаимодействий Это означает, что в рамках данного случая квантового подхода мы рассматриваем движение частицы в электрическом поле, рассматриваем его с учетом квантовой природы состояния. И в результате мы получаем некоторые вклады. ВОТР классический характер имеет, но наряду с этим классическим частью интервагентного взаимодействия мы получаем еще несколько добавок. Ясно, что это часть того же взаимодействия, но их появление обусловлено учетом квантовой природы и рентимических эффектов. Вот об этом нужно каждый раз помнить. То есть речь не идет о каком-то новом взаимодействии типа слабого или гравитационного какого-то. Нет, это на самом деле часть электрических взаимодействий. Итак, ВСО равняется Hс на 4m2c2. Ну вот этот вот знаменатель 4m2c2 так все время у нас будет повторяться. Ну а дальше вот такая комбинация набло В, то есть градиент ВОТР на оператор импульса. Ну такая, видите, непростая комбинация. Это здесь скалярное произведение. Сигма вот на это векторное произведение. Откуда оно появится? Откуда вот эта комбинация появится? Ну на самом деле, я думаю, легко догадаться откуда она появится. Сигма, градиент В и В. Да вот отсюда она конечно появится. Когда вы начнете вот этот вот три-три совмножителя раскручивых, у вас обязательно градиент ВОТР появится. Ну вот он будет еще и сопровождаться одним импульсом и одно сигма обязательно. Одно сигма. Вот такая комбинация. Причем эта комбинация, значит, останется, вот она отсюда появляется и она до конца остается. Вот как она отсюда появится, так она переходит сразу в спинно-орбитальную замедительство. Прямо я имею в виду форму. В2. Ну будет попозже. Я с ней еще поработаю, потому что... Ну что здесь можно, так сказать, сказать немножко, забегая вперед? Вот через градиент В можно выносить электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потому что напряженность электрического поля, вы помните, это минус градиент потенциала, да? Вот. Поэтому можно электрическое поле здесь ввести. Вместо... Ну вот. Входя в форму, в общем, я бы не сказал, что она какая-то простая. Вот. Вот. Какая-то простая. Ну, в общем... Ну, а... Никто, в общем-то, не обещал чего-то простого. Кроме вот этой первой поправки классической. Ну, эту первую поправку ее еще до вырождения квантовой механики, в общем, уже как-то так ввели в физику. А это через аквантовые эффекты. Вот я никто не обещал простых выражений. И, наконец, еще одна. В3 поправка. Это, значит, В1, В2 и В3 поправка. В3. Это поправка, которая носит название НОЦ. Ей этой поправке не повезло. У нее разные названия. Иногда ее включают как часть спинно-орбитального взаимодействия. И вообще говорят, что в качестве ретивистских поправок квантовое только спинно-орбитальное взаимодействие присутствует, как бы, да? Ну, я бы сказал, что это правда, но не вся, на самом деле. Ниже мы действительно увидим, что эта поправка в некоторых случаях может рассматриваться как спинно-орбитальное взаимодействие, своеобразное. Вот я ее перепишу, значит, эта поправка появляется, на самом деле, вот с этой поправкой сложнее. Ее вывод самый сложный, потому что эта поправка, вернее, вот этот, давайте ее выпишем все-таки. Значит, третья поправка, поправка Дарвина. Поправка Дарвина с большой буквы. Поправка Дарвина. Минус H квадрат на 8N квадрат C квадрат. Оператор НАБЛА В. Оператор НАБЛА В. Вот здесь, видите, входит оператор НАБЛА В. Ну и сразу вы должны, так вот, быстро соображать, что оператор НАБЛА, НАБЛА ПРИВЕЛЬНИЕ, НЕ НАБЛА ДЕЛЬНИЕ. Это оператор Латмаса, что здесь. А В потенциальная энергия, ну она, от потенциала отличается только, от потенциала потенциальная энергия на заряд отличается, да, на наножный заряд. Вот, и поэтому, на самом-то деле, вот этот Латмасиан на В можно найти из уравнения Латмаса. Из уравнения Латмаса. Ну, если В это потенциал отличного уровня, скажем так. Поправка Дарвина. Вот три поправочки. Давайте мы вернёмся ко второй поправке. Сейчас, вернёмся ко второй поправке. Поправка спинно-митального взимодействия. Дело в том, что спинно-митальное взимодействие, ну, во-первых, есть отдельный вопрос, как бы, вот, реллиток вообще вопросникам, дополнительные вопросы. Что такое спинно-митальное взимодействие? Доп-вопросов. Ну, вот, и знаете, есть серия таких доп-вопросов, например, что такое взимодействие Газинберга, что такое уравнение Газинберга, по крайней мере если вы претендуете на прибавок означает что вы как минимум чтобы можно сказать на такого типа вопросы если вы на такого типа вопроса не отвечаете и все мое уважение к вам и предыдущим вопросом и вашим ответом на них положительным даже вплоть до пятерки но не ответ на вопрос простей очень типа что такое взаимодействие газа или спинопитальных взаимодействий если ничего не отвечает формы которые приобретают это спинопитальных взаимодействия какие-то частных случаев ну я запишу здесь сюда можно ввести электрическое поле не сюда вот сюда е это минус до в повторяем с точностью до замены потенциальной энергии на потенциал также можно с электрическое поле это в общем-то в книжках иногда пишут связь но она реально на самом деле на практике практически не используется а кстати вот в целом вас пинопитальным взаимодействий но физическое сообщество говорят все время постоянно и учет или не учет или витальное взаимодействие это очень важный фактор и вот просто если не возьмете но я вам уже говорил есть такой электронный журнал для электронный архив там все так сваливаются все статьи каждый день по физике не только по физике там по ядерной консервной стоянью там по физикам школе там истории физики математика биология и так далее и так далее это огромный такой архив море ясно что американцы американцы делают архив начинали делать лос-алабусе лос-алабусе национальная лаборатория ландл так они сокращают л-т-п-н-л лос-алабусе национальная лаборатория и адрес один из адресов этого архива это я вам советую почему потому что там кстати то есть по всем разделам ну например вы читаете раздел физика и в самом конце раздела физики обычно приводят статьи которые автор послал как в несколько разделов там и социальные ноги есть например привожу статья сводишь в конце физического разделе статья например о описание эффекта оранжевых революции нормально кстати я лучше что это все так вот логично но все таки заводят фазовый переход первого рода появление заводышев он маленький дом нет а потом этический размер он там начинает разрастать и так далее не там масса а есть таких полезных интересных иногда в широкий широком территории статей ну например рейтинг рейтинг таких известных городов в мире да он например их ну физически назовем это рейтинг можно назвать рейтинг публикации скажем публикации физического причем там высокорейтинговые города отмечены такие зеленые и красные скажем зеленые и одни пункты цвета кстати это недавно сделано ну а такие несколько рейтинговые города скажем красный ну и если город большой и с низким рейтингом там интересно смотреть на москву москва там самый большой круг но самый низкий то что имеется ввиду какой-то другой вообще москва все-таки москва у нас москва у нас все-таки ведущий царь да дело в том что этот рейтинг подсчитывает а число научных работных кварталов ну и число публикаций их рейтинг еще можно очень много публиковать но очень большим количеством ученых так называемых и с малым рейтингом ну получишь много можно публиковать много но маленьким коллективом и с небольшим рейтингом в общем-то да но получить в общем-то большой такой вот плюс вот там мы совершенно были удивлены там россия вообще в одном цветы практически было так конечно это отражает ситуацию хотя с другой стороны вот тоже интересно смотреть каждый день в этом архиве появляется статьи в чем вот вы сейчас зайдете в этот архив там будут статьи выброшены как бы они обозначены сегодняшним днем это означает что за сутки куда-то бросали ну там скажем физическом разделе он мат контент смартфон физико-консервное состояние там в течение дня забрасывается до сотни статей сейчас очень большая на все физики считают очень обезонно обязательностью забросить до публикации но некоторые правда этого не делают некоторые забрасывают статью как только она как только они что-то для кого-то будет скажем да никуда что раз забрасывать ну чтобы там скажем туда раньше времени там их идею на мне не взял никогда да масса интересные после например смотришь как представлены разные страны и города скажем так тоже уже прямо вот наглядно пробегаешь и кстати интересно вот если говорить о в россии то я бы сказал там фамилии российские они уже довольно часто встречаются вот при всем при том добрый кубок и близких памятных далее но российских америки сейчас но из них половина примерно как минимум так а иностранным участием может нет даже больше и б поданная из америки европы тогда ну и сейчас меньше публикации которые подаются российскими исследователями из россии очень интересно смотреть ну какой скажем вас интересует нет вот я не видел на путь ну строительство например да а так вот сам директор сошел сайсис дальше математика ну биологи конечно все это истории физики есть математика истории на месте информатики там конечно пожалуйста можно и файл любого автора берите там фамилию водите раз все его работы которые вышли там электронов журнале все они появятся пожалуйста можете там по учреждению скажем юрон там стоит юрон федерал университет неймд автор я никогда не пишу неймд автор но интересно вот что я в прошлый раз у себя на сайте журнале физики бывают так и там я уже написан как сотрудник ее как сотрудник юрон федерал университет неймд автор ферлс я вообще когда увидел а правда дальше внизу дописали юрон федерал университет в результате то есть вот дошло до них тоже то есть вот если я к чему планирую если вы посмотрите ежедневную вот эту информацию по статьям то вы увидитесь со словом спина витальность в одессе как минимум десятых статей будет это со словом спина витальность спина каплинки в названии очень важное взаимодействие давайте посмотрим это взаимодействие для одного из самых важных частных случаев когда речь идет о электрическом поле центральном то есть по центральном потенциале значит пусть у вас V зависит только от модуля R V зависит только от модуля R то есть центральное поле это означает что физическое поле направлено ну вот в зависимости от знака заряда ну или к центру ну в частности например в атоме потенциал центральный так и поэтому естественно ну и V ядок хотя там такого выделенного центра как бы нет тем не менее одно из основных приближений V ядок это тоже приближение центрального поля что будет в этом случае ну во-первых на V в этом случае векторная производная как она считается это берется обычная производная да dv по dR по модулю R и направляется грубо говоря в кавычном направлении это производная по радиус вектору да поэтому ответ смотрите как будет единица на R dv по dR dv по dR модуля на R вот это как раз R вектор делить на R модуль это единичный вектор в направлении радиус вектор ну а dv по dR ну грубо говоря модуль этот производный так вот если этим воспользоваться то тогда спин орбитальных взаимодействий можно переписать в виде мы сейчас смотрим здесь я вытаскиваю единица на R dv по dR это будет функция модуля R дальше R вектор здесь R вектор на P входит я учитываю что векторное произведение R на P это есть оператор орбитального момента да оператор орбитального момента дальше я учитываю что матрица Сигма входит но матрица Сигма можно ну не можно это собственно спиновая матрица только не нормированная но я введу нормальную спиновую матрицу С маленькой равную аж пополам на Сигма это фактически матрица спина одна вторая и в результате у вас появится так С ну а вместо этой скопки я вытащу единицу на R dv по dR такой вот фактор L орбитальный момент то есть скалярное произведение S на L и в результате спинно-орбитального взаимодействия в этом случае можно переписать регитал R некая функция модуля R на скалярное произведение S и L ну в спинно-орбитальном это первое мы напишем а что-то у нас так и есть здесь S на L ну хотя здесь можно и L на S писать и S на L скалярное произведение спинно-орбитальный оператор с момента оператор спинно-орбитального вот это одна из очень популярных формул для спинно-орбитального взаимодействия для оператора спинно-орбитального взаимодействия здесь aOtr я запишу ниже А от ДР, ну смотрим, значит, что мне, Аж пополам уйдет в С, значит, здесь останется единица на 2 М квадрат С квадрат, но появится еще единица на М, ДВ по ДР, все, итак, это будет единица на 2 М квадрат С квадрат, ну и дальше, значит, единица на М, ДВ по ДР, ДВ по ДР, кстати, если В это потенциальная энергия, потенциал Кулоновского поля, то есть если В от Р ведет себя как единица на Р, как единица на Р, тогда что у вас здесь будет, ДВ по ДР от единицы на Р, это будет минус единица на Р квадрат, да, да, тут еще Р, значит, вся эта функция будет вести себя как единица на Р в кубе, вот это тоже надо запомнить, то есть для Кулоновского потенциала, Кулоновского потенциала, ну давайте я прямо введу Кулоновский потенциал, скажем, для электрона в атоме водорода прямо запишем, итак, спинно-орбитальное взаимодействие для электрона в атоме водорода, в этом случае В от Р это минус ЗЕ квадрат на Р, ЗЕ квадрат на Р, ну тогда я беру производную ДВ по ДР, это будет плюс единица на Р квадрат здесь появится, да, и А от Р в этом случае будет выглядеть так, вот здесь вот нужно будет ЗЕ квадрат добавить, так, ЗЕ квадрат на 2Н квадрат С квадрат, единица на Р в кубе, единица на Р в кубе, вот эта зависимость для фактора АОР в атоме, она тоже очень популярная, очень популярная единица на Р в кубе, ну вот у кого она популярна, кому надо точно эти вещи хорошо представлять, ну я имею в виду физическое сообщество, ядерщики, ядерщики, дело в том, что вот в отличие от атома, вот с атомом, мы ниже сейчас увидим, с атомом в атомах роется гидравитальное взаимодействие будет существенно зависеть от места атома в общем строю, в таблице Менделеева, в начале эффект слабенький, к концу эффект сильненький, будет очень сильненький, а вот в ядрах спинно-орбита обычно очень большая, она как бы так пономально большая по сравнению, и роль относительно нервно-спинно-дегидального взаимодействия в ядрах, аномально большая по сравнению с его ватом, как бы так, ну это и понятно, что вот коллективские эффекты в ядрах, они как-то более сильные, вот, и поэтому в атомах, конечно, спинно-орбита относится очень, так, и учителем, там обязательно, ну, в ядерщики, так, в атомах, повторяю, ну, мы видим ниже, что, на самом деле, вклад в сибиридальное взаимодействие, скажем, энергию будет пропорциональен Z4, Z4, поэтому для чайной таблицы не дели, это не слабый эффект, но концу эффект. Поэтому для ядерщиков спинно-орбита, и этот факт, который единственный оттуда очень важен, раз, ну, те, кто занимаются вообще атомными спектрами, ну, вот я здесь сразу смотрю, есть астрофизик, это для астрофизиков, вообще вся атомная атомная спектроскопия для астрофизиков, хотя они, как бы, вот живут на земле, а витают в облаках, вот, тем не менее, атомная спектроскопия для них, пожалуй, более важна, чем для любых физиков, вот, как ни странно. Ну, а для физиков, живущих на земле, брендинг, так, это кто? Ну, это ЭПР, ЭПРщики с этим, со спинно-орбитой должны быть тесно, очень близко знакомы, это ядерный резонанс, конечно, ядерный резонанс, вот, потому что там этот фактор, например, ну, и само спинно-орбитой, я думаю, здесь важную роль играет, в любом случае, ну, и фактор единицы, наверное, в кубе там постоянно, постоянно, постоянно возникает где-то, как-то. То есть, поэтому, это не какой-то разлир такой общей теории, ну, посмотрели, послушали, разошлись. Так, пожалуй, вот с атомом нормально. Ну, давайте, кстати, уже заодно тогда посмотрим, а как же будет выглядеть у нас поправка Дарвина в случае, ну, правда, видите, здесь вот, что можно сказать, лапласиан и лтвэр. Я думаю, что вы догадываетесь, что есть один случай зависимости V от R, когда лапласиан от V дает чего-то такое более-менее простой. Это какой звучит? Лапласиан фи равно, дельта фи равно, какая здесь голову приходит правая часть? 4 пи дельта фи. Ну, или ноль еще может быть, правда, да? Но вот, если вы ведете речь о потенциале заряда, о распределении заряда с плотностью R, то есть, вы вот, может, это уровень из описания потенциала, дельта фи равняется, там, минус 4 пи ров. Минус 4 пи ров, да. Ну, если потенциал точечного заряда, значит, что R вы должны записать как заряд на дельта функцию, так, заряд на дельта функцию, и поэтому я вот этот случай как раз и выделю. Итак, вот, берем случай, да, потенциал поля точечного заряда, значит, я потенциальная энергия, потенциальная энергия. То есть, тогда вот здесь я учитываю то самое уровнение, которое вы мне наговорили, то есть, там, когда 4 пи ров, потенциал поля точечного заряда, значит, я ров заменяю на заряд на дельта функцию дельта, и тогда поправка Дармина переписывается, ну, в виде популярного ватомной, опять же, физики, ватомной спектроскопии. Вот я эти константы соберу, и, наконец, V3, значит, для поля точечного заряда выпишу. Поля точечного заряда. Итак, для поля точечного заряда, вот у меня потенциал выписан, это минус Z2 заряда. Итак, V3, тогда вот так выглядит, это π ZE2, E2, H2, делить на 2M2C2, C2, дельта функции дельта. Дельта функции дельта. Вот о чём, вообще говоря, говорит, о чём вообще говоря, говорит вот это выражение. Наличие здесь дельта функции. То есть, наличие дельта функции всегда говорит о контактном характере соответствующего взаимодействия. О контактном характере соответствующего взаимодействия. То есть ясно, что с V3 не связывает некое эффективное взаимодействие, это тоже часть электроэлектрического взаимодействия, или, в общем случае, электромагнитного взаимодействия. Оказано, в нашем случае, как раз, ну, опять же, квантовому характеру состоянию. Обратим внимание, что и речь о чем идет, о чем говорит появление дельта-функции. То есть у меня точечный заряд в центре координат, вначале координат сидит в точке 0. Ясно, что это взаимодействие будет работать только тогда, когда у вас электронная система, то есть дельковские чисельницы, о котором мы говорим, будет находиться в непосредственном контакте с ядром. То есть будет вступать в контактное взаимодействие. Поэтому иногда вот эту поправку называют контактным, контактной поправкой. Контактной поправкой. Ну, дело в том, что есть еще такой термин «контактное взаимодействие Ферми». Там немножко, ну, идеология-то та же самая, но сама форма поправки немножко другая. И контактное взаимодействие Ферми относится к так называемым сверхтонким взаимодействием. Мы об этом и говорили в данном деле, еще в том семестре. Здесь контактная поправка. Ну, можно назвать контактной поправкой Дармина. Но, повторяю, это поправка, которая работает в случае кулоновского поля, кулоновского величного поля. А в каком случае? Какие электроны вступают в непосредственный контакт в атомах с ядром? Это С-электроны, С-электроны. Поэтому форма этого взаимодействия сразу о чем говорит? О том, что фактически эта поправка будет давать наблюдаемые эффекты только в атомах. Только для С-электронов. Только они могут попасть в область ядра. Вероятность обнаружения С-электронов и ДД отлично. А вот все остальные П, Д, Ф и так далее электроны, я напомню, для них существует расстояние наибольшего сближения с ядром. То есть они не могут попасть непосредственно до волос ядра. То есть вступить в контакт с ядром. А значит, эта поправка вновь обращается. То есть она существует, но наблюдаемых эффектов для П, Д, Ф и так далее электронов не будет только для С-электронов. Но интересно обратить внимание на вторую поправку спиноорбитального взаимодействия, смотрим вот в атоме, да? С на Э. Для С-электронов Э это равно нулю. Поэтому спиноорбитальное взаимодействие, вот это правильное, корректное спиноорбитальное взаимодействие, для С-электронов в ноль обращается. Потому что орбитальный момент равен нулю. Поэтому странная ситуация получается. Спиноорбитальная поправка для С-электронов в ноль обращается. А поправка Дарвина только для С-электронов работает. Поэтому иногда поправку Дарвина называют спиноорбитальным взаимодействием для С-электронов. И вот если взять и объеденить эти две поправки, В2 и В3, да, в единую, Ее иногда, ну я считаю, что это не совсем корректно, иногда ее называют спинно-рбитальным взаимодействием в целом. Включая, повторяю сюда поправку Дарвина, как спинно-рбитальное взаимодействие для экс-состояния. Вот такая ситуация. Ну и вот, переходя к наблюдаемым эффектам, мы с вами рассмотрим то, что называют тонкой структурой спектра атома водорода, ниже. Я бы хотел сказать еще пару слов о размерности единиц, единиц. Ну или единиц, просто. Единиц измерения называют. Дело в том, что давайте посмотрите на первую поправку. Все поправки имеют, конечно, размерность энергии. Но обратите внимание, здесь, вы видите, внизу стоит энергия mc2. Это энергия покоя. Ну а вверху там стоит, значит, вот тоже квадрат энергии, так что в целом у вас это все имеет дело размера с энергией. Но на самом деле при рассмотрении энергетических эффектов очень часто используют атомные единицы. Ну и в соответствии с этим возникает всегда вопрос, как перевести, например, это выражение в атомные единицы. Я напомню, мы об этом с вами говорили, но на самом деле об этом можно все время напоминать, все время говорить. mc2 в атомных единицах, чему равно? Ну а в атомных единицах, значит, безразмерная вот величина. Ну вообще, mc2 в электронных вольтах сколько для электронных единицах? По умолчанию мы говорили об электронных единицах. mc2 и m массы электронных единицах. Это сколько в электронных вольтах? Никто не помнит? Ну примерно. Полмиллиона электронных вольт. 500 тысяч электронных вольт. Ну примерно 500 тысяч. То есть, если вас спрашивают в соцсетях, это, ну если электрон, миллион электронных вольт обозначает как МЭФ, вот так вот. МЭФ. Мне надо путать вот с таким обозначением. МЭФ. Это МЭФ, а это МЭФ. Ну это маленький, это миллион электронных вольт, а это миллион электронных вольт. МЭФ. Нет. Понятно, что мочено. А это я по-русски записал, только у меня МЭФ и я говорю, а я записал по-английски. Ну на самом деле, конечно, чаще это все встречается сейчас в литературе на английском. МЭФ и... Ну что он хочет там сказать? МЭФ, а тут МЭФ. МЭФ. МЭФ это одна тысячная электронная вольта. Но одна тысячная электронная вольта это какая-то дичь. Нам понятно. 10 градусов Кельмена. 10 градусов Кельмена, примерно. Потому что один электронный вольт это 11 тысяч градусов Кельмена. 11 тысяч. Так что вот имейте в виду, что если вы нагрели какой-то предмет, ну, примерно до 10 тысяч градусов, ну, 20 тысяч градусов, если вам это удастся, да. Ну там средняя энергия будет увеличена, средняя тепловая энергия будет увеличена порядка одного электрона вольта. Ну а миллиэлектронный вольт, соответственно, будет примерно 11 градусов Кельмена. Ну, 10. А вот энергия покоя электрона это, повторяю, полмиллиона. 0,5 мЭФ. А в атомных единиц, я напомню, что одна атомная единица это 27,2 электрона вольта. 27,2. Значит, 500 тысяч электронных вольт. В атомных единиц, ну, на 27 поделить, ну, на 25, ладно. Порядка 20 тысяч атомных единиц будет, порядка 20 тысяч. Ну, а я могу точнее написать, мы с вами это делали. В атомных единицах это величина равна единице на альфа квадрат, равняется 137 квадрате. Вот и самая 20 тысяч примерно. Здесь альфа, альфа, постоянная тонкой структуры, то, что называется, постоянная тонкой структуры. е квадрат на аж цель. Безразмерная величина. Вот она-то равна как раз одной из 137. Причем здесь даже вот непорядка, а можно написать примерно, причем, как ни странно, с очень хорошей точностью. С очень хорошей точностью. Вот это вот одна из 137. Постоянно тонкой структуры. И вот само слово «постоянная тонкая структура», о чем говорит? О том, что она определяет эффекты тонкой структуры. Слово «тонкая структура», тонкая, fine по-английски, fine, связано с учетом релективистских эффектов. С учетом релективистских эффектов. Потому что есть еще понятие «свет тонкой структуры», так? Вот. Это немножко, это не означает, что учет выше, чем релективистских эффектов. Нет, это немножко другое. Мы с вами об этом говорили. Под «свет тонкими» взаимодействиями, под «свет тонкой структурой» мы понимаем эффекты, связанные со взаимодействием электрона с ядром. Поэтому не самые сильные, кулоновские взаимодействия, а более слабые, это культипольные, прежде всего, ядерно-клутукольные взаимодействия и магнитные взаимодействия. Они слабенькие, они, как правило, много слабее даже вот эффектов тонкой структуры, то есть релективистских эффектов для электрона. Единственное, альфа-квадрат. Поэтому понятно, что, видите, вот этот фактор, если вы все потом на едице переводите. Ясно, что фактор mc-квадрат, смотрим, он сразу вам даст, оп, в знаменатель, он даст в числителе альфа-квадрат. Альфа-квадрат. И вот это альфа-квадрат, это маленькая величина, сразу будет масштаб задавать всех релективистских эффектов. Так, жди их маленькими, жди их маленькими. Вот. Поэтому ниже мы будем переходить к готовным единицам, вот об этом помним. Ну а как переходить к готовным единицам, скажем, в традиционной энергии? В. Я напомню тоже, потому что ниже я некие такие вот рутинные преобразования пущу. Например, V в альфе, да? V от L, сейчас вы видите у каждого водорода, V от L будет минус 2t квадрат на R. В. Как записать это выражение в атомных единицах? В. 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 В деле с задавиз cáэтов л Ok12 дрМ в атомной единице, а R в атомных единицах, это A0. Ро на А0. В. И вот 감사합니다, это масштаб 1 длины в атомной системы. Морковский радиус, морковский радиус. РО, значит это будет R в атомных единицах, безразмерная величина будет так, без размера речи но подставьте сюда вместо р у вас будет ро на 0 но обратите внимание что е квадрат на 0 появится а это и есть одна атомная единица энергии почему одна атомная единица энергии напомню это есть фактически энергия взаимодействие электронно с ядром на расстоянии первого роста радиус школьная формула е квадрат на а0 поэтому подобных единицах все будет очень просто минус z е квадрат на 0 пропадает естественно вот так запишется потенциальная энергия взаимодействия электронно сетром подобных единиц здесь руку нет безразмерно и так переходим вот с такими предварительными замечаниями переходим к следующему вопросу толпы спектра атома водорода наша задача в чем состоит вот мы нашли 3 литератические поправки к движению электрона в электрическом поле движение начинать германского электрона в электрическом но сейчас просто посмотрим как работают эти поправки как работают эти эффекта каким они наблюдаем эффектом частности в спектре энергетическом приводит сейчас поправки к энергии электронно в атоме водорода за счет 3 литератических эффектов ну на самом деле не совсем прав здесь как-то литератический эффект 1 а поправки 3 литератический эффект подключен просто литеративизм и так на счету я сотру мне формула вот это вот мне понадобится а вот это мне тоже понадобится так это тоже понадобится формула значит вот эти вот для образования я их не использовать итак рассматриваем атом водорода то есть гаммитонян а что у меня это п квадрат на 2м минус зе квадрат на р это не литвийский гаммитонян вот три поправки они выписаны значит вот поправка дарвина поправка в 1 классическая поправка ну ее можно переписать лишь вот здесь наш 0 будет плюс зе квадрат на р ну наконец поправка спинно-битального зима детства дано тоже только вместо двор подряд я представляю ничуть цветы квадратно в кубе ну а дальше я рассматриваю эффекты я беру уровень ну давайте договоримся будем использовать теорию возмущения раз причем в общем случае поскольку поскольку не риск на приближение уровне энергии в атоме водорода выражены чем нужно использовать в общем случае теорию возмущения вырожденного уровня и так я беру в этом случае энты уровень энты уровень я фиксирована будет в ней в нерелативистском приближении энергия у меня энты уровень энты уровень а дальше мне нужно что сделать я напомню что в первом приближении теории энты ну только одно но дело в том что у меня же видите еще и спин учитывается да поэтому не на самом-то деле надо здесь еще и и спиновое квантовое число писать спиновое магнитное квантовое число энт плавное квантовое число амбитальное магнитное и магнитное спиновое квантовое число дальше три поправки v1 плюс v2 плюс v3 n ну а дальше n я фиксирую вот и рассматриваю весь базис n n m в состоянии сколько их всего были вы должны помнить что кратность вырождения то есть число состояний при фиксированном метре 2n квадрата поэтому пишется матрица 2n квадрат на 2n квадрата то есть размерность у нее 2n квадрат на 2n квадрат с учетом спины конечно же почему распинопитальное взимодействие есть и я не могу спину выбросить ну кстати если вы учитываете спин у вас есть два две возможности выбирать базис либо и здесь вы как бы не складываете орбитальный спинный момент в суммарный момент либо второй вариант это вариант работы схеме сложения орбитального и спинного момента то есть на виду с этой матрицы вы можете по любому искать собственные числа выписывать другую матрицу ответы будет все равно один и тот же либо вот такую матрицу я пишу н н н с ну с 1 2 1 2 1 2 и он м большое дальше 3 поправки в 1 плюс в 2 плюс в 3 н н н штрих 1 2 и он штрих м штрих и вот такую матрицу тоже матрица будет 2n квадрата 2n квадрата но здесь вы используете базис в схеме сложения моментов ну на самом деле вот при расчете всех трех эффектов всех трех укладок на самом деле оказывается приходится иногда использовать и этот и этот базис для некоторых поправок этот проще и удобнее для спинного виталина поправки удобнее этот базис сейчас мы увидим почему вот дальше задача это чисто но практически такая рутинная задачка найти собственное число и матрицу номер его выписать надо так вот то есть как ну давайте начали проанализируем вот эти три матрицы вот вы один вот в 2 вот в 3 каждый результате даст и свой вклад эти собственные числа какие какие проблемы у вас возникают в расчете этих матриц ну давайте свои один начнем вот в 1 ну обратите внимание что функции которые здесь фигурируют это собственные функции нелетивистского гометтемиана функции нулевого приближения поэтому вы можете спокойно пользоваться при расчете вот матрицы ну фактически надо считать матрицу числителя можете спокойно воспользоваться тем что h 0 на вашу функцию здесь у вас появится х 0 в квадрате раз матрицу от h 0 в квадрате то что именно проблем нет так как у вас х 0 будет давать епсилон дн значит матрица от h 0 в квадрате даст квадрат энергии и так это символы все дальше здесь мы в этой чисто радиальный оператор чисто радиальный оператор ясно что у вас вот если это радиальный оператор то матрица этого оператора будет диагонально ну по сфинам конечно уже бескидно то есть нужно и должно быть равно мю дальше вот проекции это оператор радиальный оператор поэтому на самом деле я вам сейчас сразу же запишу вклад поправки в итак посмотрим эту поправку вернее эти матричные элементы а дальше пойдут фактически только радиальный играл и радиальный играл и ответ так будет умножить ну во кого-то минус единицы на 2мс квадрат и пока в общей системе запишу умножить на ну да минус 1 на 2мс квадрат дальше вот h 0 что я получу вот я раскрываю квадрат у меня будет 3 слагаемых 3 слагаемых значит кстати здесь можно ввести удвоенное произведение потому что h 0 v и v h 0 2 слагаемых это удвоенное произведение минус 2 и а дальше от оператора в что здесь будет минус в это плюс z и квадратно и квадратно радиальный играл от единицы на верх в средние я повторяю работаю пока не в одномных единицах в обычных это будет произведение сработал у меня наконец еще квадрат сработает в квадрат но это чисто радиальный оператор он не даст плюс z2 квадрат в квадрате и радиальный играл единица на r квадрат только закрывается то есть фактически чтобы рассчитать эту матрицу нужно рассчитать два радиальных интегралов ну для атома водорода это все считается более того все эти радиальный играл вы найдете в книжке рассказывает в книжке как раз изложены поэтому сгорать единицы на р средние единицы на квадрат средние единицы на р квадрат средние единицы на р квадрат средние единицы на м квадрат но здесь можно было бы написать подобных единицы до подобных единиц и ну а если я общее единицы пишу единица на носичку вот так но в отобных единицах это вот просто с этим квадрат дальше единица на р квадрате средние радиальный все орбитальные спинновые интегралы которые здесь ходят вот они да вы не видели что да это символы только все виды сколько радиальный интеграл на радиальной функции вот я их выписываю и единица на n квадрат z квадрат на n квадрат единица если опять же в общей системе единица на 2 квадрате ну а если потом их единицы на просто единица на 0 квадрате выбрасываете так и будет иметь размерность в общем случае единица на сантиметр или нет квадрате в а потом их единицы будет безразмерная речена вот знаете формулы для для единицы и поэтому то что мы здесь вот справа без дельта символов это прямо вклады поправки к энергии можно считать что мы их буквально нашли прямо вот поправки внимание опять же если я перейду в атомные единицы здесь е квадрат убираем просто а здесь единица на ров или единица на берем атомных единиц и здесь даже е квадрат убираем и единица на квадрате берем атомных единиц все формулы все записаны все суммируем получаем прямо эффект уже в энергии поправки энергии за счет за счет классического эффект мы идем дальше у нас остается поправка дарвина да поправка дарвина контактная в данном случае поправка от нее расчет очень простой значит смотрите вот представьте себе здесь в 2 в 2 но в 2 это константа на дельта функцию дирака ну а вы знаете что интеграл с дельта функции дирака ну чему равен интегрирование снимается надо взять под интегральную функцию в данном случае в нуле потому что у вас дельта функция стоит дельта минус 0 что надо взять вот эту функцию в нуле и эту функцию в нуле только это с компенсным сопряжением пойдет но мы с вами договорились что в нуле функции отличена от нуля только при равном нулю Поэтому маточные элементы от V2 вообще считаются тривиальными просто. Смотрите, N, 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 V2. Нет, это V3. А, я V3 перескочил. А V3, да, ну ладно, не страшно. Ну, кстати, поправку V2 тогда пострашнее будет, поэтому мы ее поставим последовательно. Итак, V3 N, L', N', 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 N'. Ну понятно, что снова будет дельта символов О, L, N', 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 N'. Почему? Потому что поправка в 0 не обращается. Только в случае, если N0, ну и L', естественно, в 0. Ну, а если они поединяют, то N и N', N', нули-то уже. Ну, а так как это бескинная поправка, то в N' N' должна совпадать, дельта символ будет. Поэтому все равняется, пишем, дельта L 0, дельта L штрих 0, дальше дельта mu mu штрих, я и не пишу даже здесь дельта символ M и N штрих, потому что если L и N штрих по нулям, то L и N штрих, ну не только, могут быть. Ну а дальше что пишется? Надо вот константу только взять P ZE квадрат H квадрат, P ZE квадрат H квадрат, так, дальше вот это вот 2M квадрат C квадрат, 2M квадрат C квадрат. Ну и что будет еще? Пси, и, включая Фи, напишу, вот орбитальная функция, Пси N S от нуля по модулю в квадрате. То есть плотность вероятности обнаружения S электрона на Эдре. Плотность вероятности обнаружения S электрона на Эдре. Ну, поскольку, поскольку, видите, здесь поправка диагональна, то есть матричный элемент диагональна, это не поправка матричная диагональна, то поправка к энергии за счет эффекта V3, ну вот она прямо, все. Надо только функцию Фи N S от нуля просчитать. Ну вот это то же самое в любой кишке по квадратной механике эта штука есть, я ее выпишу тоже на всякий случай. Фи N S от нуля по модулю в квадрате. Это плотность вероятности обнаружения S электрона на Эдре. Ну, вообще говоря, такая характеристика интересная для атома. Ну, видишь, у нас идет об атоме водорода, я думаю. Так, это... О, так. Еще тут нет какой-то странный резон. Так, равняется Z в кубе на N в кубе. Z в кубе на N в кубе. О подобных единицах. Давайте договоримся. Плотность вероятности. Плотность вероятностей имеет размерность единицы на объем. Плотность вероятности безразмерная, а плотность вероятности имеет размерности на объем. Но объем еще бы какой. Специ соз réponse в метро кубичных рейд. В avoid сайте единицы это A zero. Поэтому, если вы ее хотите перевести в обычную единицу, то здесь вы пишете единицы на Алекс Google. если же вы пишете вот этот момент очень важно и кстати когда вы где-то и литературе ищите там статья книжка вот столкнулись какого-либо выражения вы посмотрите внимательно в каких единицах автора работает если эти величины скажем или эти безразмерных единиц и в битве сын и так значит он работает потом их единиц скорее всего через исключение то тем не каждый раз нужно вот об этом внимательно на это внимание обращать внимание просто все это сегодня можно сделать по современному ладом гитарой добавить черные очки